МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Чесовских прокомментировал прямую линию с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым. Первое, что мне понравилось, я надеюсь, понравится всем жителям области, то, что сфера ЖКХ признана одной из основных, которую необходимо решать. И были определенные пути решения этих вопросов в сфере ЖКХ. Это, на мой взгляд, правильно. Это развитие и донастройка системы работы общественного контроля в сфере ЖКХ. То, о чем мы постоянно говорим и то, о чем мы занимаемся. Но заниматься необходимо, надо будет еще более активно. В Самаре обновляют асфальт на проспекте Кирова. Работы ведут на средства НАСПроекта «Безопасные и качественные дороги». Новое покрытие укладывают от улицы Новосадовой до Молодежной. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 12 тысяч квадратных метров. На проспекте Кирова интенсивные движения. Здесь пролегают и маршруты общественного транспорта, в том числе троллейбусов. Поэтому подрядчик трудится максимально аккуратно, чтобы спецтехника не повредила контактную сеть. В Самарской области увеличат квоты на прохождение бесплатного исследования МРТ. Их станет на 12,5 тысяч больше в год. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Он также сказал, что возрастет число аппаратов до 20, сейчас их 12. В Рео губернатор отметил, что кабинеты МРТ будут работать не в две, а в три смены. Усилиты кадрового обеспечения будут дополнительно готовить специалистов и привлекать их из других регионов. У большинства россиян 81% есть любимые увлечения. То 5 наиболее популярных хобби – спорт – 17%, дача растений и водства – 16%, вязание, вышивание и шитье – 12%, музыка, а также интернет, соцсети – 11% и книги – 10%, рассказали аналитики. Четверть опрошенных регулярно следят за блогами и новостями, связанными с их хобби. Также 47% респондентов общаются с людьми, увлеченными тем же хобби. Гастроэнтерологи напоминают, что фрукты могут быть опасны для здоровья при чрезмерном употреблении. Они являются одним из основных источников клетчатки, которую организму важно получать по 30 грамм ежедневно для предотвращения запоров и переедания, а также для вывода холестерина, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в некоторых фруктах содержится большое количество сахара, например, в бананах, манго, винограде, ананасе, киви и черешне. Часть этой фруктозы превращается в кишечники, в глюкозу и гликоген, а далее – в жиры. Это может привести к болезни печени, ожирению, сахарному диабету и нарушению работы почек. В телеграм-канале столичного департамента здравоохранения рассказали, чем опасно купание в фонтане. В них любят купаться различные животные и птицы, которые нередко являются переносчиками инфекций. Это может спровоцировать разные болезни у человека, сообщают эксперты. Кроме того, фонтан очень травмоопасный. Есть вероятность поскользнуться на плитке или получить ушибы и сняки от струи воды.